Приветствую на канале Mav. Сегодня я расскажу как пользоваться DeFi платформой Zerion. Я покажу как привязать свой криптокошелек и расскажу какие возможности предоставляет платформа. На данный момент в Zerion вы можете покупать стокены на платформе, инвестировать, отправлять стокены на другие кошельки, осуществлять обмен между различными токенами, просматривать пулы, создавать депозиты и брать кредиты. В видео присутствуют таймкоды, так что вы можете сразу перейти к интересующей вас части. И сделаю оговорку, что видео не является инвестиционным советом. Я лишь показываю как пользоваться платформой. Для начала захожу на сайт сервиса Zerion.io. Ссылка будет в описании. Затем мне нужно подключить кошелек. Для этого нажимаю на синюю плашку Connect Wallet. В появившемся окошке у меня имеются две опции. Первая это нажать на плашку Get Started и подключиться с помощью почты, аккаунтов Apple, Google или Facebook. Вторая это сразу добавить свой кошелек, что я и сделаю. Кстати, если у вас нет крипто кошелька, на нашем канале вы можете найти подробную инструкцию по его созданию. Нажимаю на плашку MetaMask. Жду пока Zerion подключит мой кошелек. Zerion сразу предлагает пополнить мой кошелек с помощью кредитной карты или европейского банка. Но сейчас мне это не нужно. После подключения я попадаю на главную страницу Overview. Открою ее же с помощью демо, которая доступна на сайте. Здесь собрана основная информация о моем кошельке. Над графиком показана сумма всех моих активов в долларах. А сам график показывает, как менялась цена моего портфеля. Ниже находится список всех активов. Под названием указано количество монет и стоимость одного токена в долларах. А это число показывает долю этого актива в портфеле в процентах. Сбоку от каждого актива показана его стоимость в долларах и доходность за 24 часа. Нажав на любой из активов, я открою отдельную страницу с информацией по нему. Например, нажму на Ethereum. Здесь я могу увидеть количество эфира в моем кошельке и его стоимость в долларах. Из интересного тут показан мой доход от роста эфира в разделе «Доходность». И сколько я потратил на комиссии в разделе «Комиссии». А также средняя цена, по которой я покупал актив. Ниже уже находится общая статистика. Тут и доходность эфира, капитализация, годовые минимумы и максимумы. А полная размытая стоимость показывает общее количество активов, которые будут доступны для торговли на рынке. Тут еще есть система тегов. Она показывает активы, которые в чем-то схожи, и поэтому Zerion решил приписать им определенный тег. Если перейти по тегу, то откроется список всех активов, в котором прикреплен конкретный тег. Ну и в самом верху справа я могу сразу купить или продать эфир. Эта плашка идентична функции обмен, и если вы хотите узнать про нее подробнее, переходите на указанный тайм-код. Сейчас вернусь на страницу с оверевью и покажу еще пару полезных инструментов. С помощью QR-кода я могу отправиться на кошелек эфиры или любой ERC20 токен. Слева я также могу переключаться между своими кошельками, нажав сюда. Выбираю кошелек, кликаю на него. И теперь я буду видеть информацию уже по этому кошельку. Также легко я могу вернуться и к информации по предыдущему кошельку. С этой же страницы я могу купить токены с помощью банковской карты или через европейский банк. Zerion работает в партнерстве с другими сервисами, поэтому по сути я буду покупать у них. Ну и обращайте внимание на комиссию. Купить тут проще, но скорее всего будет дороже, чем на бирже. При этом можно купить любые токены. А название плашки тут просто ошибка перевода. На этой странице также есть поиск по словам. Например, введу Uniswap. И Zerion покажет мне все активы, связанные с этим словом. Тут и сам токен, и пул Uniswap. По плашке сбоку я могу посмотреть текущие цены на газ. Это полезно знать, так как если цена очень большая, например 200 или 500, то комиссия при отправке будет долларов 100. Лично я буду ждать, когда она станет ниже. Также я могу выбрать, в какой валюте будут отображаться мои активы. Мне удобнее в рублях, поэтому их и выберу. Снова вернусь в демо. Если нажать «Отправить», то я могу отправить свои токены на другой кошелек. При этом откроется плашка «Сент». Чтобы отправить токены, мне нужно ввести адрес кошелька, на который я хочу перевести их, или выбрать из используемых. Потом выбрать токены для перевода. Их количество. Система автоматически посчитает, сколько это в рублях. И в конце выбрать комиссию. Я могу заплатить большую комиссию, чтобы транзакция прошла быстрее, но лично я предпочитаю выбирать среднюю, чтобы не переплачивать. Теперь перейду ко вкладке «Инвестиции». Она показывает статистику активов по различным параметрам. Если я собираюсь вложить свои монеты в какой-то актив и хочу узнать его положение на рынке, с этим мне статистика и поможет. А также здесь я могу рассмотреть активы, помещенные по различным категориям и тегам. Сверху есть разные плашки. Две из них показывают статистику по токенам. Пулы открывают вкладку «Пулы». А рынок показывает совместную статистику по токенам и пулам. Лидеры роста — это токены, которые быстрее всего набирают стоимости. Кликну на плашку. Тут я вижу статистику, отсортированную по наибольшему проценту роста за день. Также я могу узнать статистику по стоимости и капитализации. При этом в любой из этих таблиц я сразу могу перейти к информации по конкретному активу. Страница с лидерами падения — это та же самая статистика, но отсортирована она в обратном порядке. Она показывает, какие активы быстро теряют стоимость, и это поможет мне понять, какие активы теперь недооценены. Ниже находятся активы, рассортированные по различным категориям. При наведении появляется кнопка «Купить». Нажав на нее, я могу перейти на страницу со всей информацией. И могу, например, сразу купить актив. У каждой из категорий сбоку есть плашка «Смотреть все». Если на нее нажать, то я попаду в таблицу со всеми активами из этой категории. DeFi Indexes — это индексы, надежность которых подтверждена, и которые оценены Zerrim как высококачественные. Это значит, что вероятность того, что моя инвестиция в них не окупится, крайне мала. DeFi Blue Chips, или же «Голубые фишки» — активы наиболее крупных участников рынка с высокой доходностью. NFT Protocols — здесь находятся токены GameFi проектов, NFT-маркетплейсов и метавселенных. There are two scaling tokens — токены проектов второго уровня для блокчейнов. Social tokens — репутационные токены конкретных людей, брендов или сообществ. Помимо сортировки по категориям, в Zerrim все проекты отсортированы по тегам. Система тегов здесь похожа на ту, которую вы могли видеть на YouTube. Каждый тег открывает список активов, к которым он прикреплен. Это удобно, если я ищу схожие активы. Далее я перейду к разделу «Обмен». Данный инструмент мне нужен, чтобы купить другой токен. Интерфейс тут похож на обычный DEX. Итак, в окне я выбираю токен, который есть у меня. В окне «Получить» токен, который я хочу купить. Количество могу ввести только у своего токена. Выберу количество. И Zerrim автоматически рассчитает все остальное. Лучше не выбирать максимум, так как Zerrim не учитывает при расчете комиссию сети, и MetaMask потом скажет, что недостаточно средств. Поэтому лучше посчитать их заранее, с учетом возможных комиссий, и потом введите числа. Ниже находится данная транзакции. Минимум монет, которые я могу получить с учетом комиссии. Курс обмена. DEX, с помощью которого производится транзакция. При этом Zerrim предлагает мне наилучший вариант, но при желании я могу его изменить. Проскальзывание показывает максимальное изменение курса, при котором транзакция пройдет. Если изменение будет больше, то транзакция будет отменена. Комиссию сети также можно выбрать в зависимости от того, сколько времени вы хотите ждать в выполнении транзакции, и сколько вы за это готовы заплатить. Также ее можно ввести вручную. Обычно я ставлю среднее, чтобы не переплачивать. Комиссия Zerrim же составляет 0 рублей. Нажав кнопку «Обменять», будет необходимо подтвердить транзакцию с помощью кошелька. Теперь перейду ко вкладке «Депозит». Zerrim позволяет работать с некоторыми DeFi протоколами напрямую. Депозиты и кредиты производятся с помощью Compound. Но при этом все это можно сделать, не выходя из Zerrim. Если у меня есть какой-то актив, который я не использую, я могу заложить его, чтобы получать с него процент прибыли. Чтобы сделать это, открываю вкладку «Депозит». Здесь я нажимаю на кнопку «Start Lending» и могу просмотреть активы, которые я могу заложить. Выбираю количество актива. И если я нажму на плашку, появится страница с подтверждением транзакции через Metamask. Депозит некоторых токенов, например Uniswap, для начала необходимо подтвердить. Также здесь есть вся информация по текущим депозитам. Сколько токенов конкретного актива заложено, какой процент прибыли по нему и сколько прибыли уже получено. И общая статистика. Теперь перейду к кредитам. В целом система кредитов с криптовалютами достаточно сложная, поэтому чтобы разобраться в ней, вы можете посмотреть наше видео по кредитованию в Avro. Ссылка будет в описании. Здесь мне нужно ввести сумму, которую я хочу получить. Выбрать токен, в котором я хочу ее получить. И выбрать, какие токены оставить в залог. Здесь находится основная информация о кредите. Платформа, через которую он будет осуществлен. А если нажать Borrow, то мне нужно будет подтвердить взятие кредита через мой кошелек. При наличии вопросов я могу нажать на эту кнопку, где будут показаны ответы на самые частые вопросы по кредитованию. Перейду ко вкладке NFTs. Здесь отображаются все NFT, которые у меня есть. Если нажать на отдельный из них, то откроется информация по нему. Здесь есть его визуализация, описание, атрибуты и ссылка на него на Marketplace и Etherscan. Если я открою ссылку на Rarible, то тут же я смогу сразу выставить его на продажу. А на Etherscan я могу посмотреть историю взаимодействия с этим NFT. Отправить NFT на другой кошелек я могу, нажав на плашку Send. Нажимаю NFT. Ввожу адрес кошелька или выбираю из имеющихся. Выбираю, какой NFT я хочу отправить. Комиссию. И, нажав на кнопку Send, мне нужно будет подтвердить транзакцию через MetaMask. Перейду ко вкладке настройки. Здесь я могу выбрать тему, которая изменит внешний вид сайта. На выбор есть светлая или темная. Можно выбрать язык, а также настроить приватность. Согласиться или нет на отправку персональных данных. Включить или выключить чат поддержки. Если у меня появляются какие-то вопросы по работе приложения, я всегда могу нажать сюда, выбрать написать нам и обратиться к поддержке напрямую. Итак, в этом видео я показал основные функции платформы Zerion и как ими пользуются. Также я рассказал, как добавить туда свой кошелек. На нашем канале есть несколько видео по кошельку MetaMask, которые я использовал для этого видео. Все ссылки в описании. Если это видео оказалось полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик для получения уведомлений об обновлениях. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!